Взгляд свысока. В Чувашии за ситуацией на дорогах следят с помощью беспилотников. Сотрудники госавтоинспекции с помощью летательных аппаратов фиксируют нарушения, выявляют лихачей и первыми информируют о пробках и заторах. Егор Алексеев расскажет, сколько дорожных нарушителей привлекли к ответственности с помощью беспилотников на одном из самых опасных участков дороги в Цивильском районе. Сотрудники полиции готовят летательный аппарат к запуску. Процедура не занимает много времени, и крылатый страж порядка устремляется в небо. Тем временем инструктаж проходит и инспектор в ГИБДД. На федеральной трассе в Цивильском районе они с помощью беспилотника будут выявлять дорожных нарушителей. У нас участок будет, не доезжая до вышки. Дальше вышки не летаем. До шагозан. Этот участок автотрассы выбран не случайно. На дороге федерального значения немало лихачей и нарушителей. Страшная авария здесь приключилась всего месяц назад, в конце июля. После столкновения большегруза и микроавтобуса погибли трое человек. Шестеро получили тяжелые травмы. Управляет беспилотником специально обученный сотрудник полиции. Картина с воздуха поступает на мониторы в режиме реального времени. Крылатый страж порядка фиксирует первого нарушителя. Водитель на большой скорости обгоняет фуру. Однако этот опасный маневр здесь запрещен. Эта дорожная полоса выделена лишь для желающих съехать с автотрассы. На 8-м километре автодороги А-151 выявлен нарушитель. Остановите, пожалуйста, ликовая, черного цвета. Нарушителя останавливает сотрудник госавтоинспекции. На водителя оформляют протокол за нарушение ПДД. Не успевает он отъехать, а воздушный полицейский замечает очередного лихача. При знакомстве с ним инспектор ГИБДД выясняет, что мужчина любит ездить, не только нарушая правила. У него вдовавок отсутствуют необходимые для вождения документы. Страховой полиции? Нет. Нету? Нет. Почему? Вставляют протокол. Хорошо. Только за час работы беспилотника на этом участке дороги в Цивильском районе сотрудники ГИБДД выявили более 15 грубых нарушений, которые совершили водители. А именно это выезд на встречную полосу движения и неправильное расположение автомобиля на проезжей части. Беспилотный летательный аппарат полицейский использует в самых разных целях. Выявление нарушителей на дороге лишь одна из его предназначений. Его также поднимают в воздух, чтобы найти потерявшихся людей или для обеспечения безопасности граждан на массовых мероприятиях.